Друзья, доброго дня! 23 мая. Еду в Минск из деревни. Пол пятого, да. Вот и дождик пошел весенний. Нормально, он нужен много посадок, поэтому это неплохо. Все буйно цветет, уже второй раз косили траву. Очень быстро буйно растет, мне кажется, или я не знаю, или на самом деле. В этом году у нас очень много всего повызрело. Ну, как повызрело, а уже холоды формируются по косточковым, по семечковым. Раньше гораздо, чем в том году. Хочу сказать большое спасибо всем новым зрителям канала за советы, за добрые пожелания, за добрые слова по поводу Юньки. Короче, чтобы не волновались, сейчас открою. Все любители животных, кто смотрит, тут Альма, Юнька, Куры у нас. Есть знакомый хороший ветврач, он нашему барсику даже операцию по кастрации дома делал под наркозом. Барсик ушел той весной, он уже как измученное бедное животное, все мы сделали и вылечили его воспаление десен, но уже он тут там внутри весь поврежден. По анализам брали анализы, делали этот бедврач или кто-то не жилец. Мы сбиты, вечно приходил. В общем, приблудный кот у нас был в барсе. На Радуку ушел. Прибился, потому что голодный. Пришел, поел с Юнькой, но как-то и решили мы его оставить. Потом обследовали, и вон весь придет, то приползал, у него лапы были задние перебиты, то ли кто-то, то ли под машину попадал. В общем, кот Альфа такой замец, боец, он дрался со всеми, охранял. Ну, короче, были они с Юнькой, Юньке пришлось его как бы терпеть, потому что куда деваться, так что называется. И лечили его, и все дела, но так вот. Много лет ему было. С Юнькой что, вернемся к Юньке. Не знаем мы причину. Может, ну, есть тут негодяи, конечно, как везде. Может, людское вмешательство злобное, может быть, кто-то укусил или где-то что-то. Ну, травма такая была, ссадина сейчас, мгноение. Мы тут же, написал я Андрею Юрьевичу, спасибо ему большое, если смотрит. Фото послал, он написал супер, что мы делаем, лечение супера. Описали амаксиклав 25 миллиграмм на вес, на 1 килограмм живого веса животного. Витамины, витамины группы В, В, Борис, С, аскорбинка и так далее. Ну, в общем, облиц, витамин, антибиотики, промывание и заживляющая мазь. Он сказал, недели две-три надо вот смотреть. Мы повязки делаем на хвост. Она зализывает, не надо это ей позволять. В общем, аккуратно бинтуем. Она, конечно, кричит. Так что, насчет кошки всем спасибо. Ну, в принципе, и Светлана обладает очень обширными знаниями фармакологии и медицины. Я у нее учусь. Из знакомых хватает ветеринаров и так далее. Ну, таких долговых ребят, специалистов их. И не то, что много, там 10 ветеринаров. Один человек, который вот приехал, осмотрел, сделал операцию коту. Вот. В общем-то, после кастрации барсик стал меньше вонючий. Такой, меньше метить. В общем, нормальный. В общем, пожил хорошо после операции. Вот. По деревенским работам. Хочешь рассмешить Бога, расскажи о планах. Озвучи. Что бы не запланировал, все равно получается не совсем как хочешь. Что-то одно планируешь. Соседка подошла. Помоги покосить. Надо там убрать. Ничего пожилой человеку, чему не помочь. Ну, и заодно покосил уже и другим соседям. В общем, обошел нормально так. Потому что без сна. Могут объезды делать. Соседка подошел. Да и так для себя, что. Соседка подошел. Зачем оно надо? Сорняки, мысли там все это. Некрасиво. Неэстетично. Заброшено. А так все чистенько. Попошено. Видно, что рука придушена. Ну, и вот таких много дел, которые не то чтобы отвлекать. Ну, маленько время занимают. Помощь никто не отменял. Тут друзья позвонят. Что-то надо там по ночам подъехать. Он коса. Косил, косил триммер. Нажимаешь на газ. Пустота. Ну, значит, с тросиком что-то. Пока разобрало там. Дети вот тоже проблематично. Когда опыта нету. Поэтому. Работа идет. Идет. Что-то делаешь ты. Что-то помогаешь. Где-то там. Что-то тебе помогают. Сделать. Деревня только так. Если соседи нормальные. Почему не получат. Так. Сегодня у нас. В четверг чисткой как раз вот и покосил. Прибрались. В зерно. Расскажу. А я говорил. 25 килограмм. 19 рублей. 6 долларов. Короче. Купили мы пшеницу. Купили мы пшеницу. И чмень. Для кур. Плюс есть. Для кур у нас. Мешанка. Перемолотые зерновые. Они очень хорошо в воде разбухают. Добавляем туда фасоль. Прошлогоднюю. Которую. Допустим. В еду уже нельзя. Там поточено маленько. Фасоль. Горох. Чечевицу. Бобовые. Короче. Они с удовольствием едят. Ну и кошачий корм. Который. Юнька не ест. И также. Сухой. Кошачий. Размельчаем. Измельчители. Добавляем. Курям. Нормально. Они едят. Они знают. Что полезно. Хотя сначала он осторожен. А потом. Когда начинаются. Когда прочувствуют. И вкус. Или пользу. Начинают активно кушать. Вот. Подъезжаем. За разговором. Новоселье. В деревне. Когда-то давали. На делы земли. Небольшие. Там по сотке. По две. Работникам. Агроколица. И тёща. Преподавала. Ну и. Там. Кусочек земли. Там. За домом. Много таких. А это. Отбирай силы. Это. Собери инструмент. Пойди туда. Там. То покоси. То поправь. Короче. Надо всё в одном месте. Собирать. Как мы и решили. Основной участок. 15 соток. А там уже не хватает. Ни сил. Ни времени. Чтобы обработать. Да есть такие. Один участок. Ничего не растёт. Вода простоёт. Куры начали яйца нести. Нормально. Получается. Две штучки в день. Ну и хорошо. Пока так. Порода. У меня своя яичная. Тетра. Хайсет Браун. Были в том году. Красный кур. Я люблю больше. Они мне больше нравятся. У нас. Уже. Породов. Порода. Уже. Уже. Он уничтожит. Колька. Уже. 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 В этаги деревня Пробежаемся Крысовым Условон на дне здесь сидит Радная больная миссара Должен, честно сказать, в том году Из 9, по-моему, 6 штук осталось Простурили из 11, надо посмотреть по записям Потому что Почему-то Раз в месяц Дохла курица С печенью, наверное, что Хотя вы увидели здоровье Здесь идет ремонт дороги Подводная Когда я ехал 3 дня назад На встречной полосе был ремонт Был объезд На одной полосе было движение Сейчас вот тут Положили новое Новое асфальт, новое покрытие Ремонт постоянно делают хорошо Вот и весь дождь Покапал, побрызгал, попугал Ну, такой летний прошел Облако пришло Вот и все Дало дождя Магринт Это не дождь, а вода Битский лимит Очеркал А�드 Покапал Субтитры сделал DimaTorzok